29 августа во всем мире отмечают День действий против ядерных испытаний. В сквере Марии Рубцовой прошел торжественный митинг в честь 70-й годовщины испытания первой в СССР атомной бомбы. Это событие застало Вадима Крыжановского в 12 лет. Детские воспоминания в дальнейшем привели его на атомные предприятия. В 1986 году он в течение 100 дней участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Тогда о трагедии атомщики узнали самые первые. Ехать никто не хотел, понимая, что будет сложно. Предложили и Вадиму Борисовичу. Он согласился. Как рассказывает сам, не позволило отказаться советское воспитание. Я ехал поездом, в вагоне было всего два человека. Туда. Ехали в основном оттуда. Какая-то жуть внутренняя, состояние неуверенности. Но ноги шли, 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 шли. А когда уже туда приехал, когда увидел много народу, немножко стало повеселее. На митинге выступили ветераны, общественники и представители Химкинской администрации. Мы благодарны вам за то, что вы несете знания подрастающему поколению, чтобы подвиг, совершенный вами, совершенный людьми, исполняющими государственный долг, не был забыт. Не забыли и о погибших. К мемориалу мужеству и стойкости химчан возложили цветы и почтили героев минуты молчания.